Состояние контейнерных площадок постоянно на контроле. На этой неделе сотрудники администрации совместно с представителями Госадмтехнадзора, полиции и управляющих компаний проверили контейнерные площадки по двум адресам на Комарова 13-Б и на Шмидта 24. Данные рейды запланированы для того, чтобы предотвратить сброс мусора физическими лицами, которые кидают мусор не на контейнерные площадки, а ставят рядом. Также возможны сбросы строительного мусора как физическими лицами, так и с машинами и также юридическими лицами. Контейнерная площадка по адресу Комарова 13-Б у комиссии не вызвала замечаний. Мелкий мусор находился в баках, крупногабаритный в бункере. Однако совершенно противоположную картину увидели члены комиссии по другому адресу на Шмидта 24. Здесь перед контейнерной площадкой оказалась прямо-таки гора мусора, высыпанного на асфальт. Если бы была вветрена, часть мусора оказалась бы на проезжей части. Представителю управляющей компании было дано указание немедленно начать уборку территорий. Сейчас мы с вами наблюдаем кучу мусора, который навален жителями из данных домов и других несанкционированных свалок. Сегодня, сейчас нашими сынами будут выполнены работы под подбором мусора на данной площадке. Тех, кто вываливает мусор вне контейнерных площадок, могут наказать рублем. Для жителей штраф составляет 1 тысячу рублей, а для организаций он начинается со 100 тысяч. Есть и важная подробность. Если складируют мусор рядом с бункером, то это уже нарушение, которое может обернуться штрафом. Призываю всех соблюдать порядок и для строительного мусора заказывать бункеры, накопители. И также, даже если видеть, что контейнерная площадка переполнена, не кидать его рядом. А лучше даже положить все равно в бункер сверху. Это не будет нарушением, нежели кинуть его рядом и как бы создать дополнительную замусорность. Андрей Циханович, Александр Отжевский, Щелковское телевидение.